Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и прошу прощения за длительное отсутствие. Вторая волна коронавируса подкралась незаметно. Я-то думала, что раз я летом уже переболела, то теперь точно не буду болеть. Ага, как бы не так. Второй раз оказалось болеть значительно тяжелее, до сих пор в себя прихожу. Но теперь хватит обо мне, пожалуй, перейдем к более важным новостям. И помним, что мы не ставим перед собой задачи охватить прям все-все-все новости, а вот остановиться на самых значимых, важных событиях, попытаться как-то их осмыслить, это да. Очень хочется мне поговорить про Балбака Тулабаева. Это тот, который когда-то был руководителем аппарата мэрии. При Сорунбай Джинбекове он поднялся до главы Сокольской области, а при Чапарове стал исполняющим обязанности мэра Бишкека и сразу же развернул бурную деятельность. Ну, казалось бы, в чем должна состоять бурная деятельность нового исполняющего обязанности градоначальника? Это вникнуть в проблемы города, сделать все, чтобы город как заведенный механизм, как часы продолжало дальше работать, функционировать, да? Ну, казалось бы. Но как бы не так. Балбак Тулабаев начинает свою бурную деятельность с увольнения двух акимов, советницы мэра Гули Алмамбетовой и двух вице-мэров. Алмамбека Абдулдаева и Виктории Мозгачевой. Причем говорит, что вице-мэры сами по своему личному желанию ушли в отставку. Как бы не так. Ничего подобного, заявили уволенные. Он спрашивал, с ним ли я не хочу работать, я сказала, что не согласна с его политикой. Он сливает человека, это несправедливо. И я даже знаю, по чьей указке. Просто прикрывается Садыром Нуркоджоевичем. Я это ему сказала. Просто промолчал бы, мы бы молча ушли. Но он начал говорить, что уговаривал нас, а мы его бросили в тяжелое время. Это, по крайней мере, не по-мужски. И кого же Балбак Тулабаев ставит на место Виктории Мозгачевой? Некую Айджан Ченебаеву. Имя вроде такое знакомое. Мне стало интересно, откуда же мне знакомо это имя. Я решила погуглить и узнала, что на недавних парламентских выборах она шла кандидатом от партии Бирбол. А еще, как пишет Клоп Кейджи, ее муж Арсланбек Кенебаев предположительно является братом жены Максима Бакеева Айджан Кенебаевой. Ну, вот такое вот совпадение. Республика-то у нас маленькая, все кому-то приходится кем-то, родственниками, друзьями, еще кем-то. И вообще, ну, может быть, не было больше никого на эту должность. Она прям вот, ну, профессионал, может быть, хороший человек и вообще, может быть, себя хорошо покажет, проявит. Нет, не могу, совпадения такие совпадения. Это как недавно я решила погуглить, откуда же происходит новый глава совбеза Раскальди Мусаев, назначенный Садыром Джапаровым. Нагуглила «Село Кенсу Тюбского района Иссыкульской области. Малая родина самого Садыра Джапарова». Ну, просто вот опять, ну, совпало так. Ну, совпадение. Республика маленькая, вообще, профессионал, может быть, опять же. И вообще, может быть, Садыр Джапаров просто как герой Зеленского и сериала «Слуга народов» ставит на важные должности своих проверенных людей, тех, в ком уверен. А еще в этом сериале есть очень классный момент. Конечно, ерунда, что новый министр внутренних дел – это старый начальник охраны олигарха Ройзмана. А старый министр внутренних дел – это новый начальник охраны все того же олигарха. Вот так они и меняются последние пять лет. То старый, то новый. И уж, конечно, точная ерунда, что новый генпрокурор вместе со старым главой СБУ недавно отжали сеть автозаправок у зятя, бывшего главы Верховного суда. И теперь им светит от пяти до семи миллионов прибыли в год. И ясно, что сидеть, Василий Петрович, и ясно. При этих новых – по-старому. Кстати, про Василия Петровича. Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО-1 в 47-ю колонию. А в Ворошане сегодня прошел митинг в его поддержку. Алмаз Атамбаевский – до штурмах! До штурмах! Ухпатан! До штурмах! До штурмах! До штурмах! Пока Алмаза Атамбаева под домашний арест не отпустят, мы будем с каждым днем наращивать свой потенциал и силы, потому что мы считаем, что это беззаконие творится, что это идет нарушение норм международного права также. Алмаз Атамбаев пока из последних 15 лет самый настоящий президент страны был. Самый настоящий президент страны. Вернуть ему экс-президентство все почести и через домашний арест будем доказывать, что он верой и правдой служил своему народу. Ти-гилчайда, ти-гилчайда, ти-гилчайда отрушена, без, айовай киевп туравыз. Алмаз шаршеновка бош дондук березвин, уйган мағына чықарсын, сурановыз. Кыргыз елім, барыз шыалык, барыз бірде ебололык. Барыз душу, алмаз шаршеновстын чакшылыгым билерлік, естейлік. Алмаз бек шаршеновка бошь тондук березвин, гена сот ачыг отшин беп. Абишкекский горсуд оставил под стражей Фаррида Ниязова до 10 декабря. Процесс проходил без участия самого подозреваемого. Его не доставили в суд. Напомню, экс-руководители аппарата президента подозревают в организации массовых беспорядков, которые произошли 9 октября на площади Аллато. Абсурд. Пока истинные провокаторы гуляют на свободе, Фаррида Ниязова, Канад Саганбаев остаются под стражей. Вот странно. Выходили из тюрьмы вместе. Ну, в ночь с 5 на 6 октября. Потом сторонники одного человека закидали камнями других митингующих и даже разогнали участников мирного марша, те, кто вышел вообще просто против криминала. А отвечать за все должны почему-то только Фарид Ниязов и Канад Саганбаев. Двойные стандарты такие двойные. А, и все же видели это вирусное видео или нет? Очень хочется показать. А, и все еще по-другому, Вот. И я бы подобрался, потому что мы увидели. Потом я прислушался. И когда я нахожусь в ресторан, когда я увидела, когда я увидела, я сухой стереопа, мне казалось, если вы 가져다ли парень… А также... А также давай recurь мне куда-нибудь! И я не могу, я не могу. Я не могу. Это ритмарно, у меня есть ритмар. И ты? Что ты можешь, что ты можешь, что ты можешь? С днем на ногу. Я послышал тебе ритмар. Я послышал тебе ритмар. а и 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 а новое старое правительство вчера же присягу принесло и в том числе премьер-президент садыр джапаров заявил что нас всех ждут конституционные реформы и в интересах не одного человека а в интересах целого народа до у нас всегда интересы одного какого-нибудь одного человека прикрывают интересами целого народа происходит такое не первые и подозревание последний раз но каждый раз довольно обидно в интересах народа никак иначе ну что вы как можно проталкиваются новые поправки в уголовный кодекс угнать капитала за 60 дней у богатых и неблагодарных это идея садыра джапарова он хочет сделать кустурганский то есть заставить вырыгать все то что раньше люди воровали или воруют сейчас но пока я так думаю что у него намерения благие но в законе пишется это таким образом что если человека посадили в тюрьму точнее не в тюрьму а в сизо по статьям незаконное предпринимательство уклонение от налогов экономическая контрабанда значит коммерческий подкуп коррупция даже и так далее если этот человек в сизо решил согласиться решил сотрудничать со следствием он уплачивает ущерб и там в зависимости от статей будет это двойной ущерб либо просто одноразовый ущерб то есть вот ну допустим он где-то сделал ущерб на сто тысяч сумм он эти сто тысяч сумм возвратит а при коррупции делает допустим тройной ущерб то есть по разным статьям они прописывают разные виды ущербов и эти нормы будут действовать 60 дней то есть у садыра джапарова интересная программа как за 60 дней выжать со многих людей в пользу бюджета ну конечно 29 декабря когда он уже будет кандидатом в президенты он скажет ответь я как там условно там 200 человек заставил вырыгать то что они когда-то съели наш бюджет пополнился на 30 миллиардов сомов опасается депута джигурку кенеша достану бекешев как бы правоохранительные органы не приняли слишком резво это все исполнять ну поймать допустим кого-нибудь и скажет ну вот и уклонялся от уплаты налогов давай садись а садиться же никому не хочется и вот и заплатить человек столько сколько попросит лишь бы не сидеть в сизо нет денег сиди есть деньги плати и воруй работой дальше круто чё наворвал допустим 700 миллионов дал с барского плеча допустим около 20 миллионов и все можешь дальше работать извините что помешал вам деньги прятать но тот же раим отраимов сколько он там должен обязался в бюджет вернуть 2 миллиарда сомов это около 25 миллионов долларов и ведь обещался вернуть до ноября все заплатить это сколько денег должно быть у бывшего госслужащего если он может до ноября такую сумму выплатить а ведь через три года он сможет даже государственные должности занимать и к слову про обещанную садыром джапаровым реформу конституции если что основной закон стороны уже десять раз перекраивали кто во что гораст и кому как надо ну так вот курултай прошел сегодня в бишкеке в поддержку изменений в конституцию помни я одного такого президента он сейчас не в кыргызстане в другой стране ну так вот при нем тоже проводились круто и это же в поддержку его идеи то есть как бы не от него но за него и про него и вот опять такое ощущение дежавю садыр джапаров кстати поддерживает идею создания круто и как отдельного органа передала участникам круто и его представителями дед бокоев опять дежавю где-то это уже было в общем вот о чем сегодня говорили на этом самом круто и надо разработать новую конституцию чтобы власть была подконтрольной народу но в то же время власть должна быть крепкой и сильной мы бы хотели чтобы за все в стране отвечал один человек мы хотим избавиться от системы выборов когда партийная мафия превратила выборы в криминальный бизнес главном стране должен быть один руководитель будет это президент или премьер-министр ну или премьер-президент есть уже один такой то есть вот понимаете да к чему клонит не ослабить роль одного человека а наоборот усилить и парламенту по действующей конституции все полномочия даны чтобы как-то сдерживать влияние одного человека а парламент под дудку то одного пляж что другого то третьего и так без конца нет ну конечно есть отдельные парламентарии которые пытаются идти против течения но к сожалению один в поле не воин а делюшка портфели докатилась и до вузов хотят убрать ректора каргызского национального университета и на его место поставить коныбека осмоналиева но человек в принципе недалекий от науки при курманбеке бакиеве он был министром образования а потом был депутатом джигурку кинеша а еще но право незначительный такой факт просто очередное совпадение претендент на должность ректора каргызского национального университета активно участвовал в митингах в поддержку садыра джапарова но это разумеется ну просто совпадение новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано 522 и одна смерть зафиксирована в боткенской области а новый корпус инфекционной больницы в бишкеке уже готов принимать пациентов сообщает республиканский штаб университет меж тем пакистан на внес медицинские вузы карагастана в черный список оказалось что 90 процентов выпускников вернувшийся потом в пакистан у себя на родине не могут сдать экзамены на подтверждение дипломов вот такие дела про что еще рассказать а сегодня на тэц бишкека заметили странные клубы дыма пара позже на тэц сказали что это все же был пар заявили что никакого взрыва не было сработала система защиты автоматики из-за сегодняшней же аварии высоковольтных сетях но какое-то время весь бишкек сегодня остался без света причина выкисняется уважаемые горожане все нормально было как это замыкание 110 линии север электро и срабатывала защитная реакция выброс выброс был по пара через час все нормально будет спасибо большое пока исполняющий обязанности мэра бишкека балбак тулабаев пишет социальных сетях что это просто борох лид и просто вирус митинги гуля некоторые бишкекчане сообщает о том что у них квартирах взрываются батареи ну вот он в принципе уже начинающий стуваться пол вот они они швы пошли в квартире у меня взорвалась батарея в квартире напротив тоже взорвалась батарея все это произошло именно в тот момент когда происходил пиздец на тэце до теплосети мы кое-кое когда звонили они сказали что скорее всего никто не приедет потому что по всему городу происходит такая херня потом приехал какой-то мужик из теплосети сказал что у нас просто говно батареи и что все это так синхронно произошло тэц мы соседская квартира это просто совпадение прибором нельзя было использовать эксплуатацию были в одно время арти все сейчас просто нельзя просто говорить то что прибор чебоксары то все я не просто когда в одно время такие разговоры какие-то поверхность сейчас нельзя так что вот вы виноваты ваших прибор я не говори не виню вот это же ваша собственность они учатся вот так вот мне ничего нет сейчас соседи из ваших слов будут обвинять эту квартиру и больше новостей вы можете прочитать не только на нашем официальном сайте и прил . ки g но и в нашем телеграм-канале апрель тв подписывайтесь и будьте в курсе событий всем добра не болейте пока